доброе утро друзья вопрос здравствуйте михаил меня зовут виктор пишу вам из самары нравится смотреть ваш канал хочу задать вам вопрос можно ли переучиться в 28-30 лет на веб-разработчика хотя я знаю что вы не особо связаны с веб но все же это компьютерные технологии образование у меня средняя специальная и два курса высшего по автомобильной тематике работаю дальнобойщиком езжу по всей стране всегда увлекался компьютерами самостоятельно изучал html css javascript php но понимаю что знаний недостаточно хочу записаться на курсы по веб но не знаю есть ли смысл так как читаю блоги и смотрю видео на youtube по данной тематике и все в один голос говорят что 28 лет это уже поздно и ни о каком программировании не может быть и речи надо было начинать лет в 18 что стрёмно быть джуньером 28 лет хотелось бы узнать ваше мнение заранее спасибо у нас мнение есть мы поделимся что хочется сказать в первую очередь что все-таки есть специфика место где вы находитесь начнем с этого там много тонких деталей но вот все-таки место допустим если мы с вами находились бы соединенных штатах и вы бы спросили меня миша вот я тут значит на траке как катаюсь там по всей стране и думаю может мне там web development у меня тяготение такое я сказал так хочу там вообще не вопрос на то есть это настолько здесь массовое и настолько много людей которые это сделали и так далее что даже что такое 28 лет то господи было почем говорить значит то есть по американскому стандарту при той востребованности которая есть при том отношении к людям которые есть то есть вам никто не скажет что 28 лет быть джуниором западло сказать человек меняет профессию что такое все нормально и в 40 лет не западло если человек решил поменять профессию что такое вообще кому как 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 кого собачье дело значит кто как живет и что ему интересно и тогда вдумайтесь вас что интересует вы вы интересуетесь тем что другие люди про вас скажут вы сами себя определите не они должны вас определять вы должны себя определять понимаете а они пусть господи какое вам дело до них значит это первое то есть возраст сам по себе абсолютно не является запретительным фактором то есть я знаю людей которые сделали тоже вот и вот то что вы тут сейчас говорите сделали это будучи за 40 тут конечно есть тонкость она и тонкость это состоит в том какого вы уровня там веб-разработчик или там я не знаю там чем вы будете заниматься конкретно но вот допустим какого вы уровня вы наверное ну так скажем скорее всего до не приблизитесь вот к уровню этих людей которые начали 18 то есть они будут решать гораздо более сложные задачи там и так далее но это правда но это не значит что например вы останетесь без работы что вы будете там чудовищно меньше их зарабатывать там это далее нет вот вот этого тоже нет то есть работы полно заработки хорошие когда пройдет ну допустим лет 5 6 7 то выяснится что в общем-то 90 процентов из того что вот эти там которые с 18 90 процентов того что они делают вы тоже можете ну конечно будут будут какие-то 10 которые вам просто не поднять в силу того что вы там во первых время упустили во вторых это очень дорогое время 18 19 20 поэтому допустим то что вы за эти три года поднимите вам будучи за 30 там уже надо будет может быть не три года может быть 10 чтобы такое поднять поэтому тут есть тонкости свои конечно но но не так чтобы идею забросить тут дальше начинаются другие факторы каждый из которых не являясь запретительным тем не менее подкладывает немножко на ту чашечку весов которая как бы против этого дела значит вам 28 лет значит образование у вас среднее специальное это говорит о том вот мне например что вы с детства например с молодых лет у вас не было каких-то таких амбиции знаете академических там ну вот пошел в техникум а чё ну там специальность там из армии вернулся уже специалистом все дела там ну то есть это понятно но скажем есть ребят которые на этом седьмого с восьмого класса может быть с первого они знают что они будут инженерами там или учеными они к этому идут и тогда это как бы часть воспитания которое они получают еще раз это не запретительно но но это как бы вот какой-то такой штришок следующий момент вы учились в институте но только два года проучились не закончили произошло это я не знаю почему так и мы понимаем что могут быть очень очень многие причины почему это происходит но скорее всего если к 28 годам вы не завершили высшего образования это говорит о том что она вам как-то не было вы не чувствовали какой-то уж такой особой важности этого всего то есть не то чтобы вот это вроде надо и вроде бы неплохо вроде а зачем вот вот может быть так да я не знаю еще раз я предполагаю значит трак водить конечно водить трак и это самое дальнобойщиком быть конечно заработок понятное дело вот и при этом учиться там где-то сложно то есть вот даже профессия дальнобойщиком она как бы не добавляет в нужную чашку весов потому что эта профессия с которой трудно ну вот заниматься там и да и вот учиться и проекты брать и так далее трудно это нужно нужно менять профессию фактически поэтому как как бы это в минус пока значит теперь в плюс у вас есть драйв значит вы самостоятельно изучали html вы самостоятельно там изучали чё там javascript там всякие дела и вам это нравится вам это интересно это в плюс это в плюс человек когда он делает то что ему интересно он любые горы своротить может он он не замечает как время летит он не считает часы и и так далее это очень и очень большой плюс и одного этого плюса достаточно чтобы все остальные минусы похерить и сказать я пошел вперед раз второй момент который мне нравится вы не получили поверхностные какие-то представления об html javascript css и сказали ой я теперь сейчас как рвану там как крутой пацан нет вы вы взросло относитесь к этому делу то есть я я бы сказал профессионально да вот уже как бы мы видим задатки профессионального отношения к делу то есть человек меряется достаточно высоким стандартом он не покупается на дешевку он говорит надо учиться надо взять курс надо там что-то такое делать и так далее поэтому это мне тоже нравится это признак того что если вы не соглашаетесь там ограничиться дешевкой это значит что вы можете далеко пойти вот более того если вы работаете на дальнобое это тоже как бы признак того что у вас не есть некоторые очень хорошие качества без которых нельзя работать на дальнобое в эти то есть вы должны быть упертым вы должны быть как сказать собранным вы должны в нужное время в нужное место там и так далее преодолевая то что там на дороге может случиться это тоже все неплохо мне мне это в целом нравится значит дальше что делать дальше история такая как до возникает вопрос как это дальше сделать значит конечно окончание каких-нибудь курсов она не неплохо да то есть я я я зад я за то чтобы курсы заканчивал курсы бывают онлайновые сейчас вообще такое время когда и бесплатного полно и даже там за 15 20 там даже 120 долларов можно такие такие объемы вообще онлайновых курсов получить что просто ну зашкаливает но и это неплохо я я не хочу сказать что этого не надо делать это неплохо чтобы я сделал ключевое в вашей ситуации вот что является ключом к тому чтобы успешно дальше все пошло вот этот вот такой волшебный пендель вашей карьеры я бы нашел человека профессионального грамотного благонамеренно настроенного в отношении вашей идеи который вас поддерживает и который вам скажет на который возьмется с вами сделать пару проектов репетитор вам нужен помимо того что вы будете в школу ходить там или куда-то на курсы и там какие-то проекты учебные делать это все замечательно вам нужен репетитор с которым вы сделаете целый проект или часть целого проекта может быть то что он делает на работе этот человек обычно так вот собственно и бывает зачем ему для вас разрабатывать какой-то проект чтобы на нем учились точек берет то что на работе делать и вот вы начинаете разбираться я хочу сказать что разобраться например в чужом коде понять как работает чужой код где-то его может быть модифицировать слегка чтобы он стал делать то что вам нужно и так далее это настолько как сказать поднимающий таска чека над собой вид деятельности это на порядок лучше чем читать книжку понимаете ваша опыта нет а так ты берешь код разбираешься и так надо понимать зачем этот код что он делает и и ты начинаешь понимать как люди пишут ты видишь образцы красивого года профессионально и так далее и ты начинаешь сам работать вот так так что книжки книжками но но я не знаю я книжкам не очень хорошо отношусь это неплохо но я видел книжки где учат людей профессиональной деятельности но как бы профессора понимаете которые сами не вовлечены в профессиональную день а так тоже по книжкам и смотришь чего они делают там образцы коды которые они пишут я вот помню преподавал значит верилок такой язык но не программирования а это язык на котором дизайнируется цифровые схемы и и вот книжка была я я считаю дома позже профессор такие простые вещи не понимает но просто уже кошмар вот на уровне кода а так книжка в раке лично поэтому книжка книжкой но вам нужен репетитор вы должны сделать с ним пару проектов может быть даже один проект но приличный так дальше вы пишите резюме в котором пишите этот проект и и собственно вот с этим идете и это уже ваш опыт и потом вас берут на какую-то работу не имеет значения какая-то работа и сколько там платит нет нет какая работа имеет значение только в том смысле что вы спрашиваете себя вот после этой работы я куда смогу пойти до смысл всякой работы состоит в том что она отвечает на вопрос что со мной дальше будет если работа не отвечает на вопрос что со мной дальше будет то может быть ее и не надо делать а надо искать другую но когда у человека вообще опыта нет то фактически любой опыт ну прокну 99 процентов всего что вам могут предложить вам на пользу если вы поделаете то несколько месяцев и дальше пойдете и и так далее значит теперь вот эта дырка которая вас образовалась ну не то что дырка вот это позднее начало да вы не начали 18 лет а начали в 28 значит вот эти 10 лет куда их девать то значит они что так и будут вот висеть всю жизнь нет вы значительную часть этих десяти лет скомпенсируете тем что за 2-3 года значит поработаете на нескольких проектах вот не на одном а вы можете там 3 года работать на одном проекте у вас будет 1 проект вы можете за эти три года поработать на 6 проекта и у вас будет 6 проектов и шесть проектов в значительной степени прикрывает вот эту дыру при всем при том что это все равно три года как ни странно опыт человека это не то что вот он сидел там и одну кнопку нажимал пять лет или два года а это то какие ситуации он пережил профессиональные в том смысле что вот встретив это еще раз он знает что с ним делать дальше он не заткнется и не пойдет искать решение а он уже знает это решение это есть экспириенс вот этот опыт поэтому проработать год на одном месте ну ну допустим вот вы за 4 месяца там за три-четыре месяца вы получите 80 процентов может быть 85 процентов всего того что вы могли бы получить за год поэтому нет смысла там сидеть год поработал три-четыре месяца сорвал 80 85 процентов дальше пошел и вот тогда вы достаточно быстро да может быть за три может быть за четыре года ликвидируете вот эту дыру которая у вас там была десятилетний с одной стороны с другой стороны безусловно если вы как бы на всю жизнь до туда они тоже там на полгода туда полгода сюда это ваши новый выбор профессиональные так далее вам конечно нужно было бы получить формальное образование по профессии ну наверное заочное или может быть где-то там вечером там я не знаю что но но это неплохо потому что без основ фундаментальных далеко не упрыгать и собственно если тебе 28 лет соответственно сколько тебе еще работает да еще там три больше больше 30 лет тебе работать послушайте 30 лет такой большой срок что там уже не важно кто 18 начал а кто 28 и тот который начал 28 у него может быть жизненного опыта так много что пройдет пять лет и он будет менеджером над тем кто начал 18 так что это случается сплошь и рядом сплошь и рядом со всех сторон поэтому я не знаю чего там читаете мое впечатление мой опыт так скажем вот мой опыт чтения того что пишут в разных форумах там и так далее редко очень там можно встретить человека который знает о чем говорит там обычно просиживают люди которые на работе не работают а ерундой всякой занимаются и как бы хорошего слова о себе они там не услышат поэтому им приходится вот идти в какие-то социальные сети и там надувать щеки и это все обычно еще анонимно да там вы не знаете как его зовут где он работает там вы не можете посмотреть примеры там его работ там и так далее вот такие вот ребята те которые более профессиональные существенно более профессиональные те которые пишут от своего имени в приличных местах без матершины там и так далее вот эти люди как правило не скажут вам что поздно и они вам не скажут что тебе не светит а они скажут они наметят какой-то вот путь может быть вот вот как я сейчас например пытаюсь это сделать они скажут да можно вот до такого-то предела если идти вот таким-то таким-то путем вот это признак это признак того что люди как бы примерно знают о чем речь вот вот собственно и все еще раз это мое сугубо личное мнение и то что у меня сзади такая тачка идет не знаю как вам показать то ну вот сейчас его не знаю так вам видно чего-нибудь или нет такая симпатичная ну не суть я думаю что мы наверное вопрос этот закончили и я пожелаю молодому человеку успехов виктор его зовут вот виктору пожелаю успехов и пусть самое не слушает никого кто говорит что там тебе не светит вот этих слушать не надо счастливо